всем привет меня зовут артем это значит что вы на канале control tech сегодня у нас на обзоре новая мышь от компании хатар под названием vortex его и кто-то из вас ее получит совершенно бесплатно но чтобы узнать как это сделать досмотрите видео до конца я думаю что ни для кого не секрет что с момента появления графического интерфейса мышь стала одним из главных периферийных устройств наравне с клавиатурой создана целая индустрия по производству компьютерных мышей но все они выполняют одинаковые функции существует и специальные мыши которые предназначены для киберспортсменов и домашних геймеров они отличаются повышенным значением dpi специальным софтом для записи настроек и различными оптимизациями для идеального хвата но свой сегодняшний обзор мы начнем не с самой мышки а с компании потому что многие даже не слышали о таком бренде как хатар основное направление компании это киберспорт а точнее продукция для киберспортсменов и геймеров любителей начинали хатар как стартап и у проекта есть украинские корни поэтому продукцию их бренда обозревать вдвойне приятно кроме мышек на сайте хатар gg есть кресло одно из таких я использую на работе клавиатуры игровые поверхности и гарнитуры и несмотря на то что на глобальный рынок компания вышла только в октябре 2018 года их устройство могут легко конкурировать с такими гигантами как рейзер steel series и logitech и лично я использую их продукцию уже на протяжении года и сказать что я остался доволен это просто ничего не сказать наушники hyper gang поразили своим качественным микрофоном и сборкой покрытие тон лимитед и дишин все еще выглядит как новое плюс мне очень нравится такое сочетание цветов клавиатура rockfall объединяет хороший функционал и броский вид для повседневных задач я использую мышь logitech mx мастер но для игр всегда подключаю хатар вортекс первого поколения и если бы компания не анонсировала обновленную линейку я бы все еще советовал вортекс как идеальный вариант для домашнего геймера за скромный прайс 800 гривен или 30 долларов но который анонсировали обновление все линейки и я с нетерпением ждал релиза и старта продаж сегодняшний наш обзор будет посвящен исключительно вортекс его также готовится обзор на хайпер ген к его и если вы поддержите это видео лайком мы купим клавиатуру rockfall его и сделаем для вас полноценный обзор стоимость мышки на момент съемки 1199 гривен что по меркам игровых аксессуаров скромный прайс поставляется устройство в картонной упаковке с изображением того что ожидает нас внутри кроме мышки внутри находится инструкция на украинском английском и русском языках и комплект сменных тефлоновых глайдов внешний вид его сильно отличается от первого поколения исчезли пара кнопок для смены dpi и острые углы теперь она очень напоминает зовы или даже microsoft classic подключается мышка через юсб и который соединен с ней твердым кабелем на одну целую восемь десятых метра с плотной оплеткой основной материал пластик сверху он имеет более гладкую матовую текстуру возле колесика есть глянцевая вставка а по сторонам покрытия имеют небольшую шероховатость если проводить аналогию с вортекс прошлого поколения можно точно заявлять что пластик качественный и даже спустя год активного использования он не затрется и будет выглядеть хорошо в продаже имеется только черная расцветка что в принципе практично но может огорчить любителей ярких сборок ранее можно было купить клавиатуру в желтом цвете но с обновлением линейки все стало угрюмо-черным хатор vortex его это все еще праворукая мышка и она отлично подходит для средней ладони форма стала более эргономичная из-за смещения пика в центр ее размеры судя по сайту составляют 122 на 67 на 42 миллиметра а вот в инструкции совсем другие цифры 129 и 2 на 75 на 42 миллиметра вес в инструкции в реальности тоже разница реальные 95 грамм а в инструкции 115 по факту информация на сайте оказалась правдивой а вот в инструкции кто-то решил забить и скопировал информацию с прошлого вортекса не надо так возвращаясь к положительным отличием от прошлой версии нужно упомянуть совершенно новое колесико прокрутки теперь она широкая и самое главное в нем полностью пропал люфт который так раздражал раньше кнопки g1 и g2 тоже исчезли с фронтальной стороны отнести это к плюсам или минусам я не могу так как они у меня отвечали за изменение dpi в новинке также есть пара функциональных клавиш правда расположенные не на тыльной стороне одна отвечает за выбор значения dpi автора переключает частоту вопроса сенсора основные клавиши левое и правое нажимается легко ход средний ничего необычного за нажатие отвечают переключатели амрон громкость нажатий стала выше в сравнении с предшественником но тише в сравнении с лодждек микс мастер я пользовался этой мышкой на протяжении двух недель и могу сказать что в играх никаких проблем с точностью и скоростью срабатывания у меня не возникало и когда мышка приехала прежде всего и обрадовался обновленным вспомогательным клавишам их форма стала более практичной да и расположение точно под большим пальцем должно способствовать удобство использования и все это правда в сравнении с прошлой версией клавиши стали значительно удобнее но вынос из корпуса и дикий люфт портят всю картину клавиши очень плохо закреплены а их клик напоминает мыши из 90-х когда после каждого нажатия был слышен пустой пластиковый треск возможно какая-то резиновая прослойка могла бы спасти ситуацию но имеем что имеем основные показатели любой мыши это скорость и ускорение и хочу огорчить манкиных геймеров значение dpi это вторичный показатель в vortex и установлен качественный оптический сенсор pixar 3389 с показателями 450 айп с 50 g и до 16000 dpi во время тестов не было замечено угловой привязки акселерации или срывов для шутеров самое то отличительной особенностью периферии от которой является фирменный софт с тонкой настройкой в программе можно переназначить кнопки создавать конфигурации под различные сценарии использования добавлять макросы и менять подсветку единственное что хотелось бы в дальнейшем это объединить все эти утилитки в одну полноценную программу чтобы не было моментов когда в отзывах пишет что они нашли программу под мышь вернемся к подсветке представлена она привычным rgb с 16,8 миллионов цветов в программе можно легко выбрать нужный и даже сменить режим из пяти предустановленных с регулировкой яркости и частоты небольшой минус при выборе белого заметно что светодиоды бюджетные поэтому есть небольшой оттенок зеленого и розового если ты досмотрел до этого момента то тебе наверняка интересно как выиграть эту мышь условия очень простые нужно подписаться на наш канал поставить лайк этому видео и написать комментарий также не забудь в настройках конфиденциальности канала разрешить показ информации о подписчиках иначе мы не узнаем что ты выполнил условия как это сделать вы видите на своих экранах шансы выиграть в этом конкурсе очень большие потому что на нашем канале всего лишь 400 подписчиков но если вам понравится этот конкурс через неделю мы разыграем хатор hypergang его поэтому не забывай ставить колокольчик чтобы быть в курсе всех событий как итог хочу поставить этому обновлению 5 баллов конечно никто не идеален и есть нюансы которые могут быть критичными для кого-то но во время теста vortex его показал себя на отлично новая форма новое колесико качественный сенсор и самое главное фирменный софт все это делает мышку отличным вариантом для приобретения если вам понравилось то видео не забывайте делиться им с друзьями пока что мы пойдем делать новый обзор а вы заходите к нам на сайт в telegram или в instagram с вами был артём всем пока